Все готово, чтобы обсудить непосредственно двоичный поиск. Двоичный поиск имеет репутацию очень простого для понимания алгоритма, который невероятно сложно реализовать корректно. Надеюсь, у нас с вами все получится. Давайте сначала набросаем общую схему работы двоичного поиска, ну а затем добавим незастающие детали. Двоичный поиск поддерживает два индекса, low и high. Нижний и верхний, ну или левый и правый, мы будем называть и так, и так. Мы их как-то инициализируем, а затем зайдем в цикл. Условия выхода из цикла мы тоже пока не уточняем. В цикле будем делать вот что. Посчитаем индекс среднего элемента, ну а затем сравним искомый элемент со средним. Если искомый элемент меньше среднего, то он находится в левой половине массива, и нам нужно как-то обновить правый индекс. Если искомый элемент больше среднего, то он находится в правой половине массива, и нам нужно как-то обновить левый индекс. В обратном случае нам остается признать, что элемент найден, ну и просто вернуть его индекс, увеличенный на единичку, потому что мы и так договорились по условию задания. Если же return в цикле while не сработал, значит элемент мы не нашли, и нужно просто вернуть минус единичку. Ключ правильной реализации двоичного поиска заключается в поддержании инварианта. В данном случае возможно несколько инвариантов. Мы выберем вот какой. Пусть на каждом шаге алгоритма индекс искомого элемента, который мы назвали pause, находится в полуинтервале от low до high, где low и high инициализированы следующим образом. Понятно, что до входа в цикл while инвариант выполнен, и инвариант имеет смысл, потому что любой индекс в списке xs очевидным образом в этом полуинтервале лежит. Давайте теперь поговорим, как нужно обновлять low и high в процессе работы цикла while. В первом случае искомый элемент строго меньше среднего. Таким образом он должен находиться в полуинтервале от low до mid. Обратите внимание, что mid здесь не включая, потому что мы знаем, что среднему элементу искомый не равен. Во втором случае искомый элемент строго больше среднего. То есть он должен находиться в полуинтервале от mid плюс 1 до high. Плюс 1, потому что, опять же, он точно не равен среднему. Зачем еще раз средний элемент рассматривать? Осталось поговорить только про условия выхода из цикла, но понять, какое он должно быть, несложно. До тех пор, пока левая граница строго меньше правой, продолжаем итерироваться. Как только левая и правая границы сравнялись, наш полуинтервал стал пустым, и искомый элемент в списке xs точно не найден. Я, конечно, попытался убедить вас, что на каждой итерации цикла while инвариант сохраняется, и все корректно, но, как говорил Дональд Кнут, доверяй, но проверяй. Поэтому давайте убедимся, что на примере все еще хорошо. Кроме этого, полезно разобрать несколько краевых случаев, которые естественным образом на одном примере не проверяются. А может нам в этом, как и прежде, функция test. Первый краевой случай, конечно же, пустой список. Если что-нибудь поискать в пустом списке, то понятное дело, что в ответ мы должны получить минус один. Второй случай, который полезно проверить, это список из одного элемента. Если в этом списке поискать элемент, который в нем есть, то мы должны получить правильный индекс. Если же поискать элемент, которого в списке нет, то в ответ мы ожидаем минус один. В принципе, можно было бы дополнить эти три проверки каким-нибудь случайным тестом, но мы этого делать не будем. Заменим вызов main в конце модуля на вызов тест и посмотрим, что получилось. Ни одна из проверок не сработала. Более того, все проверки завершились и в ходе работы не возникло ошибки. Это дает нам основание полагать, что все действительно хорошо. Чтобы финализировать наше обсуждение двоичного поиска в такой реализации, давайте поговорим вот о чем. Мы использовали инвариант в виде полуинтервала. То есть правая граница high у нас не включалась. Альтернативным инвариантом является использование интервала, когда мы включаем правую границу. Как изменить наш код, чтобы поддержать новый инвариант? Для начала нужно изменить инициализацию, чтобы high был корректным индексом в список exes. Второе, что нужно изменить, это обновление high. В случае, когда искомый элемент у нас меньше среднего элемента. То есть, так как мы не хотим рассматривать средний элемент, нужно просто вычесть единичку. Последнее, что осталось изменить, это условия выхода из цикла. Ну, теперь нужно выйти, когда low встал на единичку больше, чем high. В этом случае у нас интервал не содержит элементов. Посмотрим, что про это все думает наш тест. Тест возражений не имеет. Ну, и для чистоты совести давайте заменим вызов функции test на вызов функции main и проверим новую реализацию на примере со страницы задания. Вроде бы тоже все хорошо. Несмотря на то, что новая реализация эквивалентно старой, на мой взгляд, версия с полуинтервалом проще для понимания, потому что в ней нужно вычитать меньше единичек. Когда для реализации алгоритма нужно где-нибудь вычесть или добавить единичку, то об этом сложно вспомнить и легко забыть.